Девушки отдыхают Девушки отдыхают Давайте же вспомним, как сложилась судьба знаменитого советского актёра. Лев Фричинский родился в Москве в 1926 году в семье военного Михаила Романовича и домашней хозяйки Лидии Александровны. В 1933 году Лев поступил в среднюю школу. К 1941 году он успел окончить 8 классов. Затем, в связи с началом Великой Отечественной войны, был эвакуирован в Саратов. По возвращении обратно, через год, устроился на работу в Краснопресненский парк культуры и отдыха в качестве инструктора по лыжной подготовке бойцов всеобуча. Затем, в Главное управление лесной промышленности. Отработав там непродолжительное время, Лев уехал в Тбилиси, где закончил 10 класс школы. В 1943 году, снова вернувшись в Москву, Лев Фричинский поступил на подготовительное отделение Московского нефтяного института, по окончании которого был зачислен на основной курс нефтемеханического факультета. Прервав там обучение, в 1945 году он стал студентом актёрского факультета ВГИКа на курсе Василия Васильевича Ванина и окончил его в 1949 году. Сразу после этого Лев был принят в штат театра студии киноактера и киностудии «Мосфильм», где трудился до конца жизни. Он играл в спектаклях «Дети Ванюшина», «Софья Ковалевская», «Без вины виноваты» по Островскому и многих других. В 1951 году Лев Фричинский снялся в фильме «Спортивная честь» режиссёра Владимира Петрова, в котором сыграл футболиста Николая Ветлугина. Картина имела большой успех, и молодой актёр мгновенно стал знаменитым. «Однажды в студенную зимнюю пору я из лесу вышел. Был сильный мороз». «Плохо. Никуда не годится. Я же в артист не готовлюсь, Иван Николаевич». «Ты в футболисты готовишься, а дышать не умеешь. Ну ничего, на зимних тренировках я специально займусь твоим дыханием». Затем им в похожей актёрской манере были сыграны молодые герои-современники Семён Гербов в фильме «Честь товарища» и Владимир Букреев в «Звёздах на крыльях». «Груши ещё не созрелись». «Простите, я не понял вас». «Как вам не стыдно. Вы в форме, и вдруг как мальчишка на дерево». «Простите, вот теперь я вас понял. Я вам сейчас всё объясню. Послушайте, я не знаю, как вас зовут, но это не важно. Я полез на вашу грушу со шлемофоном. Вот». Также зрителям знакомы роли Саши Ватрушкина в «Драгоценном подарке» и Сергея Терёхина в «Наших соседях», закрепившие популярность артиста. «Карп Трофимыч дома уехал на рыбалку». «Вот это мне и надо! Ватрушка, здорово! Ватрушка, здорово! Ватрушка! Держи, петушок. Борт механик гражданской авиации Ватрушкин Александр прибыл. Ваша тётя Дуня распоряжение по случаю дня рождения Карп Трофимыча». «Сашенька! Ты откуда, Ватрушка?» «Прямо из Комсомольска на море». В 1949 году Лев Михайлович женился. Его супруга, Раиса Ивановна Фричинская, окончила киноведческий факультет в ГИКО. Затем 40 лет отработала редактором на киностудии «Союзмультфильм». С возрастом Лев Фричинский внешне изменился и уже не мог играть молодых, обаятельных героев. А режиссёры, к сожалению, воспринимали его только в этом качестве. Актёра стали реже снимать. И на смену большой популярности постепенно пришло забвение, приведшее его к пристрастию к алкоголю. Тем не менее, он старался держаться в строю. Стал больше работать на дубляже, озвучивании мультфильмов, выступать с концертными бригадами. Изредка его приглашали на эпизоды в кино. Но они не удовлетворяли творческие амбиции Фричинского. В последние месяцы жизни Лев Михайлович плохо себя чувствовал. В июле 1985 года он лёг в больницу, выйдя из которой прожил всего несколько дней. Похоронили актёра на Ваганьковском кладбище. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!